Привет! Меня зовут Макс Листопадов, и это канал о стиле, винтажной культуре и не только! Друзья, у нас сегодня очень долгожданное видео. У нас в гостях Артём Арчи, создатель знаменитых кепок, и мы обещали записать с ним интервью очень-очень давно. У нас, наверное, год назад вышло видео про эти самые кепки, и после этого прям посыпались и нам в личные сообщения. В принципе, куча запросов сделать интервью с создателем, а мы как-то все вот не успевали, все не доходили руки. И, наконец-то, Артём у нас в гостях. Я тебя очень рад видеть. Я тоже, очень приятно. Ну что, да, наверное, начнем. И первый вопрос будет какой? Он простой? Представься, расскажи немного о себе. Здравствуйте еще раз. Зовут меня Артём. Я создатель кепок Арчи. Откуда пошло имя, название? Да, это, кстати, интересно. Это очень легко и просто. Это первые буквы, имя и фамилии. Ну, далеко ходить не надо. Все легко и просто. Класс. Все гениально и просто. Да. Это, кстати, очень классный ход. Назвать бренд своим именем и фамилией. Очень многие это забывают. А ведь раньше большинство каких-то предприятий назывались там именами Рогозин и Сыновья, ну, например. Это было очень красиво, эффектно и интересно. К сожалению, многие об этом сейчас забывают, но вот есть люди, которые помнят традиции. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к созданию именно кепок, что тебя на это вдохновило? Ну, вдохновил ты наверняка фильмы. Я уж так трудно, наверное, сказать-то и не помню, что именно, да. И, наверное, скорее всего, фильмы. А какие? Не помнишь сейчас? Ну, как не помню. Прежде всего, «Отец», «Однажды в Америке». То есть классика такая. Классика. Я понял. Почему ты выбрал именно такую эстетику ирландскую, винтажную, вообще вот это все? Можно же кепки шить было, ну, флеткепы, да, какие-то более такие. Почему именно восьмиклинки? Ну, смотри, флеткеп, слушай, да, флеткеп – это есть именно ирландский вариант. То есть восьмиклинки больше прижились в Англии, в Америке. Вот. Восьмиклинка мне больше нравится. Просто, ну, понравился сам. Да, именно вот фасон, да? Да. Сам силуэт. Сам силуэт, сама, как бы, ее более, ну, по мне, так ее более под что можно одеть. Больше под что она подходит, чем флеткеп. Я, кстати, тоже так считаю, что восьмиклинка универсальный вариант. За счет того, что она объемная достаточно, она подходит под большинство вещей. В отличие от того же флеткепа, который там с каким-нибудь объемным пальто, ну, не так удобно надевать. Хотя восьмиклинке тоже бывают разные. Тоже бывают широкие, такие аэродромы, как многие помнят. Ну, это двадцатые годы. Да, восьмиклинка смотрится более, так сказать, уместно в таком образе. Расскажи о процессе производства кепок. Как вообще создавались лекалы? Чем ты руководствовался при выборе ткани? В процесс кепок в технологии влез прям сам полностью с головой. То есть мне попалась в руки кепка именно в тридцатых годах. Ух ты! И я сравнил ее с современными кепками. Да, это было в девяностых годах. Вот. И я посмотрел, что она реально отличается. И я хотел что-то попробовать и сделать, но как-то все не получалось. Вот. И потом со временем, уже в 2000-ом, в 2014-ом году, я столкнулся с одним хорошим закройщиком портным, да. Вот. С которым мы разработали именно вот эти кепки, восьмиклинки. Те, которые были, которые мне попалась первая. Ну, по лекалам. Да, по лекалам. Тридцатых годов, да. Вот. И оттуда все у нас так началось и пошло, и поехало. Сначала, конечно, все для друзей, когда я себе сделал первую кепку по великолам, да, начали. А мне, а мне, а где взял и все такое. Ну, начал сначала, да, делать для друзей, для знакомых, а потом подумал, а почему бы не сделать ее для людей, которые хотят такие кепки покупать на естественную? Да. Ага. Вот. То есть, вот, да, мои кепки я делаю без окантовки. То есть, нету вот этого околыша, без козырки. Понимаешь, да? Да, понятно. Поэтому она сидит совершенно по-другому. Многие производители делают вот этот вот. Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, да. Но классика делалась вот так. Ты же сам знаешь, что это. Ну, начало все с берет, а потом козырекание. Конечно. Вот. Вот это у нас не сбой. Шерсть с хлопком. Если ее потрогать, ну, ты же видишь, да, конечно. Она фактурная, черненькая. Я в нее тоже сразу влюбился. Расскажи еще о фасоне, крови, о деталях. У нас кепку с кожаным этим забрали, да, получается? А, давай, наверное, цветную возьмем, на ней покажем. У нас, кстати, лежит одна кепочка, коллекционная, от Артема, как раз таки из того домотканного вида, про который он говорил лучше. Да, спасибо. Она у нас тоже в продаже. Мы ее никому пока не выкладывали. Это вот секретный у нас, так сказать, в рукаве заяц. Заяц в рукаве, точно. Козырь в рукаве. Козырь в рукаве. Да, кепка. Бикапл. Объемная. То есть, она такой зимний вариант, скажем больше, потому что она более отобъемная и ее глубже одевать можно. Ага. Вот. Это из нескольких разных видов. Хэрибон все. Хэрибон. Ага. То есть, как рыбая кость. Ну, да. Елочка по-нашему. Вот. Внутренняя подкладка у нас вискоза стопроцентная. Ага. В натуральной синтетике. Здесь кожа с тиснением. Здесь видно. Ага. Тоже с тиснением. Тоже коровы. Почему я ставлю кожу? Ноги ставят материал. Но на лето еще можно материал ставить. Понимаете сами, да. Нужно вручную постирать. Это все очистить. А зимний вариант. Ну, как бы вы постирать не постираете. А вот эта часть из материала, она засаливается. Буквально там через несколько, две-три, наверное, носки. Тогда бриолин какой-нибудь. Да. Если кто-то носит или гель, или воск, или бриолин. Ну, и подкладка-то понятно, да. А вот эта часть, и как бы уже ты тоже рассказывал, приходишь в кафе, в ресторан, куда-то вешаешь, и народ наблюдает вот эту ситуацию засаленности. О, да. 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 Здесь влажные салфеточки протер. Красиво состаренная кожа. Да. Она покрывается патиной. Ну, свой стиль. Подкладку, по идее, можно стирать. Кстати, по поводу патины, да. Я кепку Артема, Арчи, ношу уже больше года. Именно вот с кожаной подкладкой, с кожаной лентой окантовкой я ношу. И я обязательно потом сделаю отдельное видео. У меня от Артема три или четыре кепки. Сейчас точно не помню. Я сделаю видео, как они ведут себя через время. Потому что это очень важно. Винтажные вещи мы уже знаем, как себя показали. Да, мы знаем, что они суперносостойкие. Но о новых брендах мы вам можем рассказывать очень долго, что там мы круто... То есть Артем круто делает, что я круто это ношу. Но я вам покажу это на деле. Я покажу свои кепки, которые я таскал хвост и в гриву. Мои постоянные зрители знают, что я в них появляюсь регулярно в кепках от Артема. Я их уже и под снегом тестировал и везде. Я сделаю обзорный ролик, как кепки Арчи ведут себя через время носки. Круто. Почему она, скажем так, светофор? Потому что это из разных провинций, из разных... Даже так, как интересно. Это все кепки были из этого, ну, из одного, да. Кепки были сшиты. И это было сделано специально для того, чтобы показать, да, какие есть материалы. Как бы показывать в Ирландии, в одной Киеве? Ну, не все, конечно, да. Но такие равно носибельные цвета, скажем так. Которые между собой сочетаются. Да, они сочетаются. Вот. Вот этот цвет, вот этот, именно. Ну, и вот этот потемнее. Очень прижился в США. Его сделали... В сервисе? Да. В Англии, хотя он английский вариант, да. Он не пошел. В Англии они отправили в США, и он очень там стал популярным, напряжился. Как и формат бигэпа, соответственно, USB. Да. Вот. Да, что, так, что еще. Кстати, такие кепки на будущее, если кто покупает и чистить можно пылесосом. Ну, тут интересно. По-моему, отпаривать, я советую. Отпаривать? Не, ну, можно отпаривать, чтобы ворс поднять, то есть остальное там, да, или там руками. То есть, может, она чистится, да, пылесосом? Да, конечно. Как интересно. Ну, если ты засалил, конечно, там, да, вот здесь вот рукой жирный позырек. Ну, да. Естественно, ее отпарить. Ну, да. Естественно, ее отпарить. Но кепки все формуются. То есть, материал, прежде чем шьется кепка, да, во-первых, какие-то материалы усаживаются специально, чтобы потом кепка не давала усадку. Да. А потом еще формуются на болванку. То есть, да, она сшивается, сшивается на болванку, да, и она вся формуется. То есть, видите, вот она лежит сколько у тебя уже. Угу. 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 Да, и все грани, все играют. То есть, разные. И, опять же, нет вот этого околыша. Угу. 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 Я так понимаю, здесь пластик тоже специальный, да? Да, 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 да. Рассказывал. Да. Здесь пластик в некоторых кепках стоит пожестче. Ага. Вот. Специально просто, да. Ну, как бы, во многих кепках ставят картон прессованный. Угу. Угу. То есть, он ломается. Крошится, да. Ломается, под дождь попадает, он промокает, ну, все, что угодно. Кстати, что мы даже в обувь видели. Тут разбирали Red Wing в предыдущем ролике. Там даже внутри обуви прессованный картон. Ну, да. И мы видели, что с ним произошло. Он весь вот так вот покрошился. Да, еще то же самое. Да. Здесь пластику, как хотите, можете. Есть помягче, есть пожестче. То есть, ну, это уже, как бы, я смотрю сам в какую кепку, что лучше поставить. Если, например, мне делается Big Apple, да, в данный момент, то пузырек я делаю пожестче, чтобы кепка легла на него. Если я сделаю помягче, да, то есть, она будет более свисать. То есть, здесь нюансы такие. Да, да. То есть, технологии уже проверены. Ага. Класс. Не, ее можно согнуть. Кто-то ломает посередине, кто-то сбоку. У всех, кстати. У всех свои предпочтения. У нас винтажные кепки приходят иногда. И там прям вот стоит жесткий пластик винтажной кепки. Он прям сломан. То есть, кто-то берет и там сразу. И она такая. Многие, да. Ночи на угол. Да, да, да. Не давшие видом. Бойцовские. Точно. Клиент был, у нас тоже купил кепку из винтажных flat cap. И он прям ее надел и прям сразу при нас. Презеркнул. Все, я так и пойду. Я, говорит, старый скинхед. Ну, если очень постараться, то можно и эту сломать, да. Ну, мне кажется, если постараться, то можно все разломать. Да все, что хочется сломать, да. Вот здесь помярче. То есть, ты ее... Ну, да. Такой переходный вариант на демисезон. Вот я ее прям, да. Ну, да. И ничего с ним не происходит. Все. При этом обратно, да. Там пористый пластик, который формуется. Какой. Да. Она при этом, да. Если вы хотите там, чтобы он был у вас, так сказать, домиком, да, его можно так сформировать. Без проблем. Он так и остается. Да. И ничего с ним не происходит. Да. Все, это у вас ровно, ничего не сломалось. Блин, как же я люблю твои кепки эти, ты даже с ними представляешь. Обязательно. Спасибо. Мне очень нравится. Нет, спасибо. Да, но они коллекционные, они не только, да, четырехцветные, да, четырехцветные, они и в одном цвете. В одном цвете. Потому что, ну, это опять же капсульная коллекция, потому что их прям вообще мало, да. Да, их мало. Они есть, но их мало. Их надо... Так что, кстати, если кто-то... Такую кепку, она в продаже у нас. То есть, вот эта уникальная кепка от Арчи, Которая со временем, возможно, действительно станет, как картина, да. Это одна из первых коллекционных кепок, произведенные мастером. 61 размер. 61 размер. Ну, она 61, но она подойдет. Если кто-то хочет, пишите, обращайтесь. Она пока в продаже. Мы никуда ее не выкладывали. Вот только, наверное, анонсировал. Ну, я ее показывал в прошлом видео про кепки, но тогда она не была в продаже. Тогда Артем ее хотел оставить, чтобы она была как, ну, просто украшение, да. Потому что, ну, сложно с такими вещами расставаться. Когда вот этот домотканный коллекционный твит... В данный момент... Еще есть. Еще одна есть. Еще одна есть. Одна есть. Ну, не прям такая же, такого же. В любом случае, даже если их две. Даже если их две. В общем, одна у нас в продаже. Одна у нас в продаже. Если кто хочет, пишите, звоните, приезжайте, примеряйте. Она крутая. Расскажи про материалы. Потому что материалы твоих кепок уникальны. Я, насколько знаю, ты специально путешествуешь по Ирландии. Ездишь в Ирландию, чтобы найти какой-то уникальный твит. Что-то такое вот. Обнаружить. И сделать из него свои кепки. Расскажи про это подробнее. Да. Вот. Езжу в Ирландию. Не один раз уже частенько наведаюсь туда. Там есть фабрики большие, есть небольшие. Вот. Мне интересны небольшие такие мануфактуры. Семейные. Там делают рукотворные, рукотканные, да? Правильно? Твит. Первый раз я попал, когда в Данигал. Мне было интересно именно в Данигал. Где делают материал. Приехал на фабрику, в магазин. Там мне подсказали, что есть вот такие небольшие артели. Можно заезжать, смотреть, покупать. Они делают и под заказ, и для себя, для продажи. Вот они делают небольшое количество метраж этих тканей. Была возможность приобретать. И до сих пор приобретаю. Класс. Ну это действительно уникальный материал. Вот этот Данигал Твит домотканный, это что-то невообразимое. Да. Я когда первый раз увидел вообще в принципе и пиджаки, и кепки из него, я был поражен. Потому что Харри Ствит Харри Ствитом, но именно Данигал Твит, он более мягкий, более такой деликатный, чем Харри Ствит. И за счет этого выглядит даже эстетичнее в некоторых моментах. Хотя Харри Ствит я тоже очень сильно люблю. Тоже мечтаю съездить в Ирландию, но пока, к сожалению, не был. Надеюсь и справлюсь. Забыл совершенно, когда мы начали вот эту историю, да, наше интервью, забыл спросить, у тебя же свой клуб, да, свой зал, и в принципе ты этим занимаешься как основное, да, дело. И кепки у тебя были хобби, да, изначально? Да. Ну и до сих пор останутся. Да, это для меня хобби. То есть у меня есть другая работа, которую я посвящаю. Это спортзал районный. У тебя же он давно, я так понимаю, с 90-х. Да, с 2000-х. Ну, 20 лет исполнилось в этом году. Класс. Так что, если кто-то хочет крутой зал. Олдскульный. Олдскульный. Это точно. Картёв, да. Там будет очень круто, да и есть очень круто. Кепками ты с 2014 года занимаешься, да? Ну, начал-то я пораньше. Просто в 2014 году я как бы это всё организовал. Именно как бренд, да? Да. И начали уже отшивать. Вот как раз в 2014 году мы отшивали. То есть я сам не шью, так понятно, да? Но технологии все изучаешь. Да. Дизайн, там, силуэты выбираю сам ткань, материалы, всё. То есть вот и до. Но, в принципе, это как раз путь именитых, наверное, дизайнеров и именитых кутюрье, да? Которые сами не шьют. А вот тот же Рольф Лорен, да? Он когда пришёл ко всему этому делу, он шить вообще не умел. То есть он вообще не представлял даже как. Конструируется одежда. Ну, понятное дело, что ты представляешь. Он даже этого не знал. И он пошёл к людям, которые в этом разбираются. И сказал, я хочу это и это. То есть он мог очень хорошо объяснить. У него был дар, да? И есть. И есть. Да. Каждый должен заниматься они. Конечно. Есть как бы закройщики. Есть люди, которые умеют хорошо шить, хорошо делать. А есть люди, которые всё это продумывали. И всё это придумывали. И вот это как раз Артем. Спасибо. Так. Следующий вопрос. Давай. Скажи, пожалуйста. Вот ты говорил, что шилки для друзей, для себя. И ты же до сих пор продолжаешь ходить в кепках. Я сколько тебя видел, ты практически всегда в своих кепках ходишь. Да. А расскажи, как ты их комбинируешь? Какие образы вписываешь? Как вот ты их в своём гардеробе видишь? Слушай, ну это такой процесс. Это прям бывает, что ты одел верхнюю одежду, взял кепку, которая на глаз тебе попалась. Да. Потому что кепок у меня... У тебя много кепок? Ой, ой, ой. То есть у меня из каждой партии я всегда себе оставляю одну кепку. Как знакомо. Да. Из каждых дюжины. То есть максимальный пошив кепок у меня дюжина. Угу. 12 штук. Ну бывает одеваешь и всё, и пошёл. А бывает, что что-то не так. Надо поменять цвет, надо поменять ткань. Ну, кепку я имею. Вот. То есть тут такой процесс. Когда их много, если бы была одна, а дел бы пошёл. А когда их много, это очень сложно. Не надо много кепок. Ну тут, к слову, можно сказать, что твои кепки практически все очень хорошо сочетаются. Очень хорошо вписываются в любой гардероб. То есть, насколько я видел и сталкивался с твоими кепками, мне кажется, практически любую можно вписать в очень много образов. Очень гармонично. Это, кстати, круто. Спасибо. Ну, у меня бывает, да, у меня доходит до того, то есть ты идёшь, видишь материал, да, и уже в голове рождается, как она будет играть. Как она будет смотреться и с чем её можно носить. Присовывается. Да, то есть нет того, что я пришёл дать мне в того, дать в того, дать в того. Такого нет. То есть я хожу, смотрю, выбираю. Материал, который вот именно я чувствую, что вот он будет смотреться и он будет то, что нужно. На голове кепка прям должна всё-таки продолжение костюма. Это очень круто, потому что, наверное, в этом один из успехов и, в принципе, популярность твоих кепок, потому что они, ну, такие продуманные. То есть людям не хватает вот этого момента, людям не хватает вот этой вот концепции, не хватает какого-то гармоничного предмета гардероба, который подходит и к куртке, и к пальто, и даже к джинсовой куртке. А Артём как раз-таки делает так. Вещи универсальные. Это очень круто. Я всегда топлю за то, чтобы гардероб был универсальным. Если у вас есть кепка, она должна подходить к максимальному количеству вещей из вашего гардероба, а не какая-то там такая, под которую вы будете ещё там полдня выбирать, а какие же ботинки, какую же куртку, блин, она ни с чем не смотрится. Классно, когда вещь сочетается с большинством позиций из вашего гардероба. Согласен. Не забывайте об этом. И сразу следующий как раз вопрос из этого выливается. Почему такие небольшие партии, почему всего 12 штук? Ведь неужели невыгоднее поставить это на какую-то коммерцию, не дай бог отправить в Китай 100 кепок, чтобы они как пирожки разлетались, всё, купаемся в деньгах. Нет, 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 не хочу. Не хочу я это ставить на коммерцию, потому что ты сразу будешь потреб, моментально, то есть это не будет изюминки в них. То есть когда уже, сейчас я можем глубоко, философски задать, когда заходите в галерею картину, много картин, они все разные, но какая-то одна вам западает на душу. Вот я хочу и делаю так, чтобы было минимальное количество, но она была единственная та, которая тебе нравится, по которой ты с удовольствием не пожалеешь денег, купишь и будешь носить. Это очень крутой подход, я считаю, что это максимально верный подход, когда одежду, тем более одежду такую, которая произведена, да, вручную произведена идеями одного человека, чтобы её приравнивали именно к искусству. Одежда, она и должна выглядеть так, не то, что это там что-то такое, да, вы купили, она у вас износилась через неделю. Вы должны взять эту кепку, прийти домой и понимать, что вот она вас радует, что это действительно что-то стоящее, она живая, элементарно живая эта вещь, как и винтаж, да, так и вот эти вещи каких-то небольших фирм, небольших дизайнеров. Сейчас, кстати, ценится как раз-таки вот именно это. Это, так сказать, всемирный тренд в Европе, в Америке. Капсульные коллекции, да, совершенно верно, потому что многие стали отворачиваться даже от каких-то высоких домов моды, да, там Гуччи, Кристиан Диор и так далее, потому что они, большинство из них перенесли производство куда-то в страны третьего мира. И сейчас взгляд людей обращен как раз-таки на небольших дизайнеров, на какие-то классные небольшие предприятия, потому что они делают, ну, действительно творят историю. Как когда-то это было с уже опопсевшими, не побоюсь этого слова, домами моды. Громко-громко творят историю. Так и есть. Ну. Идем дальше. Давай. Ну, раз уж начали, да, разговор про бренды, про дома высокой моды, а скажи, какие современные бренды тебе нравятся? Это могут быть и известные бренды какие-то, небольшие дизайнерские, да. Ты как сам дизайнер и производитель одежды, который уже себя, конечно, дизайнер и производитель одежды, который зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, да, твои кепки носят уже огромное количество людей. Я же сам их ношу. И это качество, это классно, это произведение искусства. Твое мнение, оно действительно очень ценно, очень важно, поэтому мне и, я думаю, нашим зрителям и подписчикам действительно интересно, какие бренды котируешь ты, что тебе нравится, может, по странам, может быть, именно по названиям, что бы ты посоветовал, что ты носишь сам. Ого. Как ты. Начнем с верхней одежды. Да, да. Но вот кожаные куртки мне нравятся, шотландская фирма такая, как Аэролейтер, в общем, как бы делают очень качественные куртки из коня, из буйвола, там, из бычины, из коровы, но в основном конь. Это же, то есть, я, вот, мне нравится почему-то коми, потому что она, видно, и вытирается как-то со временем, то есть, как, да, хороший деним, то есть, она принимает твой силуэт, твою историю. Ну, да. То есть, ты с ней, с ней постоянно, то есть, очень мне нравится. Вот. Джинсы, ну, мне нравится, Левайс. Веливайс. Вот. Ну, и японцы, естественно, не отстают. Вот, но американский Левайс, конечно, для того, что... Я знал, что ты любишь японцев. Ну, да, японцев люблю, но люблю за то, что они, конечно, подходят очень так скрупулезно. Мне кажется, у вас подход похож к японцам. Ну, наверное. В чем-то. Наверное. Но Левайс, это Левайс. Ничего же нету, нету дороже Левайка, который стоит, даже не стоит, да то он и стоит. Которому, там, 90 лет. Это самые дорогие джинсы. Да. На данный момент в мире, да. И, наверное, у какого-то японского коррекционера хранятся. Ну, или у японского. Ну, они стоят десятки тысяч долларов. Да. Даже все рваные. Ну, а японцы-то откуда это все брали? Да. Они с Левайка. Кстати, как раз-таки, да, если говорить про японцев, про их культуру одежды, они как раз-таки тоже вдохновлялись винтажными силуэтами. Да. То есть, это, если куртки, то 20-е, 30-е годы. Да даже не японцы, даже вот шотландская фирма, которая производит потрясающие изделия, там создатель, насколько я помню, тоже вдохновлялся куртками 20-30-х годов. Сам он еще жив. Да, 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 да. В 1973-м они начали восстановить эту фирму. В 1973-м они начали... В 1973-м они... На 1973-м году они с женой восстановили и начали эту промышленность и до сих пор пользуются популярностью. Подписан на их инстаграм, ссылочку оставлю в описании. Посмотрите, там куртки реально потрясающие. Вот, ну, еще мне нравится, ты уже упомянул, Райт Вау. Дабл-Р его линейка, вот этот, РЛ, да, вот, тоже она уносит винтаж, потому что он все это достает оттуда, из старины, скажем так, из прошлого, и в новый мир вносит, и это очень гармонично и красиво смотрится. Хорошо сказано. При этом он это делает не как многие другие фирмы, когда они берут винтажный силуэт, ну, даже тот же масс-маркет какой-то, сейчас это стало очень модно и популярно, берут винтажный силуэт, очень сильно удешевляют его. То есть, издалека смотришь, ну, интересная куртка, да, там, как рабочая что-то, или как джинсовая, а подходишь ближе, начинаешь изучать вот эти все швы, фурнитуру, и понимаешь, что это, ну, полный провал. Даже материал, да, даже материал, понимаешь, что это все. А у Ральфа, вот в этой линейке WRL, да, там и издалека это круто, а сблизи это еще круче. Да, то есть, не уходят они от изначальных ценностей. Слушай, мы с тобой уже затронули тему путешествий по Ирландии, да, когда ты ездишь за тканями, а я от тебя спрошу еще более такой глубокий вопрос. Многие дизайнеры вдохновляются в путешествиях, бывали ли у тебя какие-то случаи, когда ты видел, ну, там, не знаю, куда-то поехал, что-то увидел, и тебя это вдохновило на создание того или иного предмета, да, там, может быть, не знаю, какой-нибудь из скалы в Ирландии, или еще что-то, ну, имеется в виду что-то абстрактное, что тебя вдохновило, или какого-то человека ты увидел где-то в другой стране? Ну, наверняка есть, но как бы тут сложно сочетать, что вдохновляет, да, ну, там, например, по материалу ты, когда заходишь, опять же, на фабрику, да, или там, в магазин, где продаются ткани, и ты просто видишь, что у тебя палитра Ирландии вся в ткани, и уже ты понимаешь, что, вот, вот, там, например, скалы с махом, вот тебе, да, вот, вид, да, вот тебе, там, океан и море, да, как-то там, с двух сторон все умывается, да, и вот тебе цветы, то есть, ну, там, это прям палитра, то есть, это как краски, ты заходишь, и понимаешь, что это все, это вот прям, художественный магазин, Вот это действительно вдохновляет Да, и, ну, это все вот так, даже, ну, много историй можно рассказывать, это... А расскажи А какую именно? Поинтересней? Конечно Хотя от тебя, наверное, любая история будет интересной Да, ну, были моменты такие, не знаю, откуда это взялось У меня ночью, мы ездили весь день, объезжали многие места, там, клипмахер заезжали, есть такие, там, скалы в Ирландии, высокие, ну, не в Ирландии, а в Европе, скалы, вот, клипмахер И мы оттуда поехали в другой регион, и уже приехали ночью, глаз калий, только луна, ничего не видно, океан, поставили палатку, так сказать, это со своим другом, родственниками, со всеми мы приехали, поставили палатку, ничего не видно И утром просыпаюсь и выхожу из палатки, и я, я не знаю, что это такое, дежавюли, что это, я понимаю, что я здесь был То есть я заворачиваю, и у меня в сознании, в голове, да, что вот здесь вот стоит домик, а он стоит, если это показать, я сейчас только на руках Скалы, и внизу такая, лук, не лук, не пляж, пляж ниже был, да, и здесь ручей, водопад, ручей То есть этого ночью не видели, шум слышали, что, ну, океан шумит, ручей То есть ты нигде это видеть не мог, да Мы припарковались, прошли там метров сто, чтобы поставить палатку, потому что луна светит, и ничего больше не видно И я, выходя из палатки, понимаю, что вот здесь вот стоит домик, не видя его, а вот там ручей, напалденько И скалы, то есть когда мы приехали, скалы, горы, тоже их не видно, то есть ты понимаешь, что ехали по серпантину, вверх-вниз Но вот эта картинка, она у меня была в голове, то есть я когда это увидел, я, у меня аж мурашки до сих пор Вот я вспоминаю, она была у меня в голове, откуда она, я не знаю, что не знаю, что твое сердце прям дожит, это нормально Да, я с утра сел, перед палатчиком взял бутылочку пива, и все, я сидел, наверное, часа два, пока там все что-то ганашили, зарвал Да, да, я просто не понимал, как это может быть Слушай, интересно, такой момент, действительно вдохновляющий, любые такие моменты, и ты в них как-то сразу так останавливаешься на секунду И вокруг тебя как будто время останавливается, ты думаешь, ничего себе Если можно было бы остановить время, наслаждаться этим моментом, это было это все Класс Не луны, я такой, ну нет, я в Южной Америке видел такую, но последний раз я видел как раз в Ирландии Тоже приехали в ночь, около океана ночевали, остановились у океана, нас много там, человек восемь И машины поставили, и фару включили тоже, ставить палатку и все остальное И через некоторое время взошла луна Ребят, это был день, мы фары выключили, мы стали все видеть Она огромная была, просто огромная над скалами, прям монета, да, наверное Да какая монета Сложно представить Это сложно представить, какого она была Да, представить, описать, она огромная, просто огромная, и стало все видно Видно было травинки, было видно камни Класс Такие моменты, они как раз таки заставляют, не заставляют, а очень вдохновляют дальше что-то делать, и жить, и что-то производить, и что-то придумывать Это всегда классно Да Природа вдохновляет Природа, конечно Потому что самые природные материалы, это у нас шерсть, да, катон, да, и кожа Совершенно верно Ничего круче этого нет Современные материалы, они, понятно, что это шаг вперед Это без этого никак Для космонавтов особенно Ну да, космонавт в кожаном костюме это же своеобразно Да, это уже не космонавт, по-моему Это очень Кстати, вот интересно про твит тоже Ты сказал, что вот картина скалы, волны и сразу твит, да Слышал интересную историю, что изначально твит использовался разными кланами, как камуфляж То есть, грубо говоря, использовали краску из растений, которые росли в какой-то местности, именно которая принадлежала этому клану, использовали краску, которая из них делалась для твида И если человек в твитовом костюме становился посреди этого поля, он сливался, потому что оно все ушло вот таким вот, одним, одной картинкой Ну, я такую, не знаю, историю, легенду не слышал Я знаю точно, что, например, в той же Шотландии каждый материал относится к определенному клану Это тартану Клетка Рисунок идет по вертикали, по горизонтали Внутри могут быть там, да, рисунки разные Наносится саржевое плетение, так называемое Вот Это клановый, сам рисунок это называется тартан А здесь именно твит Клановый твит А там тоже, ну, там тоже как бы этот вид же, тоже шерсть Ну, да, но в такой, этот В клетку Да В клетку, которая у нас называется шотландом, а на самом деле это тартан Рисунок это не нравится Если, кстати, вот в каком-то из наших шарфов, да, где-то в Шотландии появишься, то могут тебя даже не понять, неправильно понять Потому что это мы ходим здесь с разными вариантами тартана, да, этого, а там могут тебе сказать, так, это что, из этого клана? Не знаю, они же, не, ну, подожди Они же их подают в магазины Не все, там есть какой-то тартан, который можно Ну, который именно А есть какой-то прям вот такой, который могут носить только Да, но он делается именно в определенном клане, да, и подделается для местных, скажем так, жителей Да, вот у нас такие несколько было шарфов, они прям подписаны были То есть там клан, тартан такого-то клана Это интересно Есть даже целая книга, по-моему, по видам тартана для разных кланов Можно все это почитать, изучить Если найду, обязательно вам покажу в своем инстаграме Так, какие у тебя планы на будущее? Что ты дальше планируешь делать вообще, именно касательно одежды? Есть какие-то задумки интересные? Какое-то развитие? Планов громадье Круто, это прям приятно слышать Планов громадье, очень много всего в голове, очень много уже на бумаге Вот, сейчас на данный момент я приостановил производство кепок Мы сегодня как раз получили крайнюю парчу Ну почти да Почти крайнюю Вот, приостановил Сейчас мне, ну очень интересно, ну как бы я давно к этому шел, да, и я буду заниматься шляпами Вот это поворот Да То есть я сам вручную делаю силуэты, делаю шляпы Я думаю, эта информация прям очень многим нашим подписчикам и клиентам придется по душе Потому что огромное количество людей ищут классные шляпы И среди современных шляп, многие производители, тот же Стэтсон знаменитый, там Тонок, да Они уже качество снижают, потому что опять же коммерция А вот такие вот штучные шляпы? Они именно штучные, несколько штук уже как бы у меня ушло Ушло даже? Класс А я еще не видел Сейчас на подходе еще несколько штук Но все опирается в то, что очень нужен грамотный инструмент Угу В России сложно его найти И найти очень сложно, вплоть до того, что обрезка полей То есть стулья, да, и поля Нож для обрезки полей Ро Угу Это же не делаются ножницы, потому что ты нарежешь так, что нож потом ее выкину Вот Из шерсти кроликов Угу Из бойлок, из шерсти То есть они прям Потрясающе Вот Стиль будет Мне очень импонирует такой Дюнерфокс Ага Вот Ник Факет Но у него более они, скажем таки Дэнди стили Угу Тоже постараемся ссылочку в описании на этих людей оставить, чтобы вы понимали, о чем Артем говорит Ну, ты все сделаешь Я знаю Да, конечно Они все увидят, все узнают Конечно Вот То есть что-то будет между этими моментами, этими людьми Что-то Я буду, конечно, свое что-то вносить Ага Ага Авторский стиль, да Да Вот Так что все увидите Класс Мне уже прямо терпится Когда? Пока он молчу, не знаю Не знаю Ну, я думаю, сейчас Людей это услышу Они опять нас завалят письмами Когда? Когда уже шляпы от Арчи Я уже прямо вижу это, уже даже читаю практически Я уже тоже очень хочу шляпу от Арчи Потому что я фанат шляпы, у меня огромное количество Ну, не огромное, но много Там, винтажные, современные Ну, шляпа от Арчи Такие дизайнеры есть в Америке, да Есть в Европе А у нас Кто делает шляпы, я даже не знаю Крутые именно шляпы Такие с авторским подходом Если знаете вы, напишите в комментариях Я могу ошибаться С удовольствием посмотрю Не, у нас есть питерские Носи на бок Ну, я бы не сказал Ну, как бы, они делают хорошо Видите, Артем больше знает о шляпах, чем я Но, в таком, как бы, стиле Да, то, что я буду исполнять И делаю, да Я у нас, ну, наверное, какие-то Не знаю даже Ну, не видел По крайней мере Ну, наверное, есть кто-то делает, но Да Да, это касается даже не только шляп, а кепок твоих Да Вернемся к кепкам, что У нас много кто делает кепки Да Именно Дизайнерские кепки Но Много брендов Но, в основном Это фасон Гаврош Да Это такая круглая штука А давай покажем Отлично Как он может не вдохновить Ох, какая гинус Пена опускается вниз Как гинус Класс Это приятно Видите, друзья, я теперь могу себе позволить с Артемом, так сказать, побаловаться таким прекрасным напитком А как разговор без... Ну, тут дело в том, что у меня моя любимая жена получила на днях, ну, не на днях, а недавно получила права Да Вот она здесь сидит за камерой Получила права И она теперь меня возит Я поэтому теперь абсолютно свободный человек Могу себя побаловать За тебя, Лара За тебя, Лара Молодец Вернемся к кепкам Что интересно, это не только, да, касается шляп Но я могу судить именно по кепкам, так как я мониторил рынок, смотрел Опять же, много производителей кепок, дизайнеров разных Но в основном это фасон гаврош, то есть это кепки такие округлые, да, и они смотрятся так, как это было в 20-30-е годы А у Артема это именно фасон Big Apple, то есть большое яблоко, которое носили в Нью-Йорке в начале века Они прям правильные, они широкие, и причем со временем они еще аккуратненько к бокам ложатся, да, садятся по голове Это круто Вот именно такой фасон я искал очень давно Конфетка для глаз Да, совершенно верно Да, да, и кепка, конечно, она должна играть на голове Должна не идти еще функциональными Конечно В плане того, ты говоришь, что на бок, да, одно ухо замерзло, на бок, второе на бок Ну или вратник Поэтому я уверен, что и шляпы у тебя будут не менее крутые, и все остальные с тобой не сравнятся Ну она уж точно срезать не будет, если в размер брать Можно с ушами сделать Ну, со шляпами немножко другая там такая специфика Если кепка мягкая, да, то шляпу формуешь уже То шляпу, да, потому что если так как ты врач изначально, да Ну, медик, да Ну, медик, да, ты же понимаешь, что голова у всех разный размер Она может быть немножко даже кривовата Поэтому шляпа, конечно, это очень индивидуальный подход И вот в этом есть небольшие, как бы, и сложности, и несложности Но А ты будешь делать шляпу на заказ, то есть по меру головы? Вот я, наверное, к этому и приду, мне с этим проще, потому что кепки я на заказ Не, я не люблю делать кепки А почему? Потому что многие скажут А я уже, а я же уже, ну, как бы, повторюсь, наверное, да Человек приходит в галерею и видит картину Все, я хочу То есть именно такой подход Да Ты картину не для человека рисуешь, так как это обесценивает, да, творчество, возможно, в каком-то ключе Конечно Да, а так эта картина, она уже в галерее Все, он увидел, я ее в галерее Она уже в галерее Да Он захотел, он увидел, он захотел и взял А дело для людей, ну, тут тоже человеческий фактор Понимаешь, я ее вижу так, а его ожидания могут не оправдаться для него самого Ну, то есть, вот подытожу, да, соберу эту общую фразу Что, ты не столько дизайнер, сколько художник То есть, о, да Ну, не от слова худо Слушай, а кроме шляп, что еще, есть какие-то планы по шляпам круто, а вот смотри, кроме головных уборов, ты думал что-то делать? Потому что бренд Арчи, да, я его вижу как что-то более масштабное, если сравнивать, опять же, с моим любимым Ральфом Лореном, который начинал с галстуков, да, вообще Вот Артем начинает с кепок, а есть ли у тебя какие-то грандиозные планы делать еще что-то, там, верхнюю одежду, еще какие-то штуки? В будущем, да, у меня есть и, опять же, на бумаге уже есть, да, верхняя одежда, куртки, шерсть, сочетание с кожей Класс То есть, опять же, если вернемся к аэро-рейтор, да, верхней компании, то есть, в стиле двадцатых-тридцатых годов Они будут, так немножко секрет, да, занавес приоткроем, они будут из шерсти, сукна, с кожей, отделочкой кожи будет, с хорошей фурнитурой Это очень важно, потому что многие, опять же, упускают этот момент хорошей фурнитуры Многие делают пасон, даже там тань, а фурнитуру ставят самую дешевую Мне кажется, вот в этих мелочах, в деталях и кроется суть Так что это немножко такая завеса тайна Завеса прятка или тайна И я думаю, эти куртки будут прекрасно считаться с твоими головными уборами С кепками, со шляпами, это будет цельная картина То есть, я начал сверху Да Вниз Я сразу начал с середины Да Ммм Класс Когда ждать брюки и обувь? Ну, брюки-то с обувью, не, обувь пока подождите с обувью Хотя Все возможно Да Немножко Вот А брюки, жилеты, куртки уже отшивались Они уже есть на самом деле Уже люди даже ходят в них Вот Но, как бы, немножко все это Опять же таки, у нас человеческий фактор Всем хочется денег Всем хочется заработать Просто так что делать не хотят У художников трудно Все оплачивается, конечно Здесь труд должен оплачиваться Он оплачивается Просто Ну, есть нюансы Которые, я думаю, я разрешу И все-таки будет Это уже Класс Ну, давай За новые начинания Все получится Чтобы все получилось Спасибо Дождь Да У нас все на железе не холодное Не зря А ты куртку надел Да А у тебя, кстати, куртка Какого бренда? Аэлэйзер Да, коняшка Эта модель называется Муллиган Одна Муллиган Одна из первых Модель Как раз она Для Ирландии Ну, не только Для Шотландии Она, скажем так Сделана для рабочих Бродяг Клапана Клапана Класс Это для того, чтобы не выскакивали Всякие документы И все остальное Потому что до этого куртку Делали без клапанов Вот Она тоже сделана из коня Пропитаны они Воском и маслом Эти куртки Их нужно, конечно, ломать Ломать Это значит Ее нужно носить А то и промокнуть А потом сушить То есть, я говорил Как Даним Да Я только хотел сказать Как джинсы Да, хорошие Хорошие джинсы Надо ее поносить Их тоже надо поносить Чтобы они Твою индивидуальность Подчеркнули Я, если помните Свои джинсы купал в море Прямо по канону Ага Я в океане Поехал в Ирландию В Сон Санурай Вей Класс Потом Снимать, конечно Ты же Становишься Как Рубер Рой Я у них сох Тоже тогда Помню Вышел Сидел И сох Они-то гибром Стали все Сколько там Унций Двадцать Наверное Жентельмены Удачи Точно Точно Цементом Бетонные Штаны Тоже это напомнило Наш коронный вопрос В конце каждого интервью Оказавшись перед Ральфом Лореном Что бы ты ему сказал Прям С наскоком Да Не знаю Он что крутой мужик Чай Лаконичный Молодец Молодец Он просто молодец Тем более Он же Из наших Русских Да Наш Относительно земляк Беларусь Да У него Беларусь Да Советский Словиний Ну да Словиний Не совсем Ну да Ну и с нашей земли Конечно Конечно Ну и какое-то твое заключительное слово Может ты хочешь что-то сказать еще Твоим фанатам Нашим подписчикам В принципе Людям Которые тебя котируют Да и которые не котируют Просто которые Увидели Может ты им хочешь что-то еще сказать Считаешь важным что-то им сказать Ребята Ребята Приезжайте к Максиму Здесь все есть Здесь реально Как музей Здесь вы прикоснетесь К истории И не только истории А хорошим Качественным вещам Потому что ничего нету лучше Как проверенные временем Вещи Спасибо тебе Мне очень приятно Да Вот так вот Спасибо Давай И выпьем Пьем за такие прекрасные слова И пьем за вас ребята За наших подписчиков За тех кто смотрит наши видео Обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Если какие-то еще Видео с Артемом Вам будут интересны Возможно там потом Про пошив Еще что-то Да мы попробуем Уговорить Артему Чтобы он нам все это показал Если будут вопросы Естественно ответим Если будут вопросы Все пишите в комментариях За вас ребята Подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok